В этом ролике мы сегодня обсудим то, как именно Ремуру поступит в ситуации с королевством Фармаса, поговорим о том, как можно будет спасти Шион и умерших жителей Темпеста, а также о том, чем придется пожертвовать самому Ремуру для того, чтобы стать владыкой демонов. Данный ролик будет основан на манге о моем прирождении в слизь, так что здесь будут присутствовать спойлеры. Здорово, ребятки и анимешники, у микрофона Зик, а вот ребята, которые оставили свой коммент под прошлым роликом. Ну а мы начинаем. Итак, все началось с того момента, когда Ремуру Темпест довелось лицезреть картину смерти своих близких, среди которых была также и Шион. Смотреть на такое зрелище было делом вовсе не из приятных. Однако, несмотря на то, что Ремуру винил себя в случившемся, он все еще не переставал искать выход из этой ситуации, пытаясь найти магию, способную помочь им. Но мудрец не выявил ничего подобного, что могло бы полностью воскресить мертвого. Так что, потеряв всякую надежду, Ремуру хотел поглотить их, используя навык обжорства, дабы внутри его тела умершие товарищи смогли найти свой покой и уснуть навеки. Но, к счастью, всю минуту появляется Элен, которая знала один секрет, способный с неким, пусть и мизерным шансом, спасти его товарищей. Согласно легенде, история рассказывает о девочке и драконе, которых на тот момент в мире существовало лишь четверо. Первый дракон породил людей, отдав при этом своим детям большую часть имеющейся силы, а оставшуюся часть он превратил в кристалл, создав детеныша из своего же тела. С течением времени уже выросший дракон преподнес своего ребенка драконьей принцессе, которая, увидев этого зверька, буквально сразу же подружилась с ним. В мирные дни они проводили свое время, играя в различные игры, надеясь на то, что так будет продолжаться вечно. Пока однажды не случилась трагедия. Империя магов, достигшая своего расцвета, задумала захватить власть над драконней принцессой, убив ее дракона. Потеряв своего друга, она выпукала себе все глаза, после чего упала в буйство. Уничтожая все на своем пути, так как сила, которую она унаследовала от своего отца, была просто невероятно огромной, а ее ярость испепелила целый район. Но при этом гнев, полученный от утраты близкого друга, был неисчерпаем. Спустя время, явившаяся владыка демонов и королева духов, все же смогли вернуть ей благоразумие. Но было уже слишком поздно, поскольку ранее великая страна превратилась в руины. Сама того не заметив, принцесса принесла в жертв сотни и тысяч жизней, что в свою очередь спровоцировало ее превращение во владыку демонов. И именно на этом моменте случается то самое чудо, которое хотел услышать Римуру. Став владыкой демонов, зверек принцессы эволюционировал, тем самым он воскрес и вернулся к жизни. Однако в этой истории не было счастливого конца. Поскольку после смерти дракон утратил свою душу, а когда он воскрес из-за влияния эволюции, то превратился в безумного дракона, который уничтожал все на своем пути, так же как это делала сама драконья принцесса. Приняв тот факт, что ей больше никогда не вернуть своего друга, она запечатывает буйствующего дракона, тем самым останавливает дальнейшее разрушение. Что же, услышав эту историю, думаю вы теперь поняли, каким образом у Римуру может появиться шанс спасти Шион и остальных, кто погиб от рук противников. Ранее сказанная история получила такой исход лишь потому, что любимый питомец принцессы не имел своей воли как таковой и не мыслил, как это делают более разумные существа. Ситуация же с погибшими жителями Темпест в свою очередь была более благосклонной, поскольку все они были существами смыслёнными, а значит шанс на их успешное воскрешение был более высоким, нежели это было с драконом Мелин. Также ситуацию обнадёживало то, что души умерших никуда не исчезли, поскольку здесь их держит барьер, поставленный над всем Темпестом. Ну что, как вы уже поняли, для того, чтобы стать владыкой демонов, нужно было собрать определённое количество душ. Так что теперь поступал вопрос в том, как и где Римуру заполучить такое огромное количество душ, коих было нужно около десяти тысяч, что было реально ощутимой цифрой, сопоставимой с населением целого города. Однако, к счастью для нашего главного героя, эта проблема решилась сама собой, поскольку, как и обещало королевство Фармос, против государства монстров было послано войско с численностью примерно двадцать тысяч, что несомненно радовало Римуру, так как количество душ для его становления владыкой демонов будет вполне достаточно. Переходя к самому процессу, было невероятно круто лицезреть эпичное появление главного героя над вражеским войском, которые, заметив появление странной фигуры, не придали этому даже особого значения, хотя не уверен, что им вообще могло что-то помочь. Поскольку решение было уже принято, люди, которые пришли грабить страну Темпест, сами себе нажили врага, разозлив того, кого лучше бы не стоило вообще выводить из себя. Абсолютно хладнокровно, быстрым и точным выстрелом, Римура убивал всех солдатов одного за другим, уничтожая каждого без исключения, несмотря на их умыслы. После того, как весь этот авангард, кроме короля и архиепископа Западной Церкви, были уничтожены, собрав необходимое количество душ, начался процесс становления Римуру демоном-лордом. И на время превращения Ранга получил задание доставить его и двух пленников в Темпест, которых уже ожидали на площади города. На этапе становления лордом-демоном, все характеристики Римуру невероятно возросли, к тому же и прибавились еще и новые. А его уникальный навык Великий Мудрец получил искусственный интеллект и развился к личности Рафаэль, который уже и занялся воскрешением мертвых. И после всего, что случилось, забрав жизни тех, кто хотел навредить его стране, Римуру смог воскресить своих подданных, и в момент, когда он проснулся от эволюционного сна, его ждала та самая Шион. Ну что ж, на этом ролик подходит к концу. Пишите свои мысли по поводу этого ролика, выскажите свое мнение, что вам понравилось, а что не понравилось, и несколько комментариев попадут в следующий ролик. Если бы понравился ролик, тогда лайк и подписка для меня будет лучшей благодарностью. А также, не забываем про колокольчик, ведь в последнее время не всем приходит уведомление. Всем спасибо за просмотр, и всем пока-пока! Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok